Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо огромное, что пришли на Московский музей дизайна, в новую Третьяковку «Западное крыло». И у нас сегодня продолжается образовательная программа, которая проходит каждый четверг в 7 часов. Каждый четверг у нас новые очень интересные лекторы, дизайнеры, искусствоведы, историки дизайна. И выставка «История российского дизайна» и образовательная программа не могли бы состояться для нашего партнера, Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня у нас будет очень интересная встреча с дизайнером Сергеем Смирновым, который мыслитель, который... я бы сказала, основоположник современного российского промышленного дизайна, потому что из его студии вышло огромное количество людей, которые сами организовали свои студии промышленного дизайна. И сейчас непростая ситуация, когда нам потребуется очень быстро импорта замещать. Я думаю, что Сергей знает, что нужно делать, и расскажет нам, собственно, какие есть пути выхода из сложившейся ситуации. Я передаю, Сереж, тебе слово и благодарю тебя за то, что ты пришел к нам сегодня. Добрый день. На самом деле промышленный дизайн нужен и во время импортозамещения, и вне. Поэтому я думаю, что это универсальная тема. Я хотел бы вообще... Я всегда рассказываю о промышленном дизайне именно в своем представлении, потому что тема дизайна очень запутана, и термина дизайн запутан, и запутан на не первый век, поэтому я обязательно немножко про историю расскажу. Сейчас соображу. Значит, ну вот что касается импортозамещения, значит, и дизайна. Дизайн рождает вообще доверие. Доверие к бренду, доверие к продукту, доверие к сценариям использования, и в том числе доверие в целом к компаниям, которые, собственно, используют силу дизайна. Вот этот станок, который справа и слева, это вообще функционально одно и то же. И изделия, которые из-под этого станка будут выходить, они одинаковые. Ну это какие-то брикеты топливные, там неважно, технологическая какая-то продукция. Но мы понимаем, что отношение к будущему продукту или отношение к покупке, оно совершенно разное. И здесь продиктовано именно дизайном. И дизайн необходимо использовать как инструмент, который повышает это доверие, повышает стоимость продукта. У меня есть несколько примеров. Это наши живые проекты. Вот, например, это, кстати говоря, на выставке. Она еще вот такого противного желтого цвета. Мне пришлось даже сделать черно-белую фотографию, чтобы немножко погасить отвратность этого изделия. И, соответственно, люди, инженеры, которые создавали вот этот достаточно уникальный, кстати говоря, пылесос, какие-то патенты, научные исследования в нем, но совершенно не позаботились о культуре восприятия. И человек, который на выставке видит этот продукт, он начинает через отношение, вот это, которое наплевательское отношение к дизайну, начинает впитывать в принципе отношение к продукту. Мы начинаем транслировать вот это отсутствие культуры, может быть, и на отсутствие и качественной сборки, может быть, и на отсутствие каких-то вообще функциональных особенностей, потому что мы так вот так устроены, мы эмоционально воспринимаем очень многие вещи. И в этом смысле дизайн отличный инструмент как раз транслировать культуру. Даже если, вот, кстати, на Западе очень часто наши инженеры жалуются, что сам продукт, он несовершенен. То есть наша инженерная математическая школа создает более совершенные продукты инженерно, но выглядит это так, что как бы совершенно не хочется смотреть. А за рубежом используют инструмент дизайна, и мы видим отличные там медицинские, например, техника, ее хочется доверять, на нее хочется смотреть, ее хочется купить, ее выбираешь быстрее. А внутри может оказаться достаточно среднее по своим функциональным возможностям изделия. И это тоже дизайн. Соответственно, нам сейчас нужно обязательно обращать внимание на дизайн. Я чего сейчас очень боюсь в наше время, в последние месяцы, что у нас сейчас пойдет оголтелое импортозамещение, и про дизайн можно как бы даже и не думать. И это большая стратегическая ошибка, потому что, конечно, дизайн это не только про красоту, и не столько про красоту. Я постараюсь сегодня как раз акцентировать на этом внимание, и поэтому здесь примеры подобрал. Очень скучные по своей сути, но очень интересные по функционалу для бизнеса. Соответственно, вот еще раз про доверие. Это вообще в принципе тизер, а потом мы в теорию пойдем, в историю. Это действительно очень важный промышленный дизайн, это очень важный коммерческий инструмент. Он позволяет даже до появления продукта уже создать доверие бизнесу, доверие к бренду. Его можно использовать уже как маркетинговый инструмент, как инвестиционный инструмент, и в конкурентной борьбе. И даже если еще продукта нет, мы можем уже составить конкуренцию. С помощью современных технологий, визуализации мы можем создавать объекты, которые еще не построены, еще не произведены, но уже начинают работать на рынке, и начинают формировать какое-то там место под солнцем. Соответственно, промышленный дизайн позволяет создавать не только сам дизайн продукта, но и также насыщать маркетинговые материалы, сайты и прочее, прочее, прочее. Я расскажу пару примеров, когда хороший дизайн было невозможно разместить на старом сайте, и нас попросили переделать и сайт, переделать и бренд сменить, все сменить, потому что хороший дизайн, он заразен, в хорошем смысле слова. И вот эта вот мысль, так вот этот тизер к сегодняшней лекции, как раз то, что промышленный дизайн, он удивителен тем, что позволяет начать доверять продукту, даже когда его еще нет. Ну и естественно, когда он уже есть, при выборе в магазине, мы тоже будем выбирать всегда вещи, которые каким-то образом нас соблазняют. Причем зачастую это происходит интуитивно. Мы не думаем в моменте выбора, мы не думаем абсолютно, нравится нам почему. Просто вот эта вещь нас зацепляет. И вот эти интуитивные вещи, как раз промышленный дизайнер должен очень внимательно изучать, почему это происходит. Для разных объектов происходит разное. Я на примере наших живых проектов расскажу, где и как, каким образом это работает. Пару слов о себе. Я промышленным дизайном занимаюсь действительно всю свою жизнь. Первый коммерческий проект, это 1994 год. Я удивился, что этот выключатель до сих пор производится. Я его нигде не показываю, мне немножко стыдно, потому что он уже морально устарел совершенно, но он действительно производил. Ее произведены сотнями миллионов штук. Это настенный выключатель. Если сейчас вы обьете москвичка, выключатель москвичка, то вы увидите его. 1994 год. Еще не было компьютеров, я его сделал из гипса. рисовал акварелью, рисовал акварельку и отмывку. Соответственно, такие технологии аналоговые. Макеты с гипсой, соответственно, потом договор с компанией печатали на печатной машинке через копирку. Сейчас компания Смирнов Дизайн – это достаточно известный бренд в узком кругу, но у нас есть в том числе много наград международных. В общем, достаточно известный. Также очень важно, что я сейчас занимаюсь и преподавательской деятельностью, и больше того, то есть помимо того, что я преподаю в Строгановке, я во многих, с многими вузами, я сейчас очень рад здесь видеть университет Косыгина. Тоже постоянно взаимодействуем, но также мы занимаемся внутри Строгановки прикладными разработками. Это очень важно, что мы привнесли практику внутрь университета, внутрь академии Строганова. Ну и, соответственно, весь цикл того, чем мы занимаемся, это и промышленный дизайн, и конструирование, обязательно маркетинг, и брендинг, и прочее. Очень большой акцент на инжиниринг. У нас в компании, на самом деле, инженеров больше, чем дизайнеров. И это очень важно, потому что промышленный дизайн весь опирается на инженерное искусство. Вот немножко про дизайн. Я всегда это рассказываю. Наверняка, может быть, видели это, если в моей лекции срежали, но я себе дал обет всегда про это говорить, потому что это очень важно. Терминология — это самое важное. Если мы вбиваем слово дизайн в поисковой системе, тоже многие это видели, можете сейчас провести эксперимент в виде картинок, то мы поймем то, какие смыслы нам представляют в виде слов. То есть, скорее всего, мы ищем это, когда вбиваем слово дизайн. И, кстати говоря, для будущих дизайн-исследований, если кто занимается, практикует, используйте этот механизм. Если вы хотите найти какие-то смыслы, как люди воспринимают те или иные словосочетания, попробуйте вбить именно в виде картинок. Нейросети обширно собирают информацию об этих словосочетаниях и вам выдадут примерно, что вы… Опять же, только единственное, что попробуйте не под своим профилем заходить. Если вы, например, занимаетесь ремонтом, то вам, скорее всего, будет ремонт выдаваться. Ну, там дизайн, например, будет здесь в основном про ремонт. Но если даже сменить латиницу на кириллицу, то мы абсолютно видим другие смыслы. И вот уже загадка. Термин один, а смыслы другие. Вот такие смыслы статистические я встречал. И даже вот этот дизайн, он встречается чаще, чем тот дизайн, которым я занимаюсь, промышленный дизайн. И вообще собрал картинки, которые точно связаны подсознательно со словом дизайн, но совершенно предстоит разные отрасли. И накопление знаний в одной из отраслей не поможет нам работать в другой отрасли. Забирают слово разные другие индустрии. Например, дизайн микроэлектроники. Там вообще слово дизайн не соответствует нашему представлению об этом слове дизайн. Дизайн микроэлектроники это разработка микропроцессора. Там эстетики вообще нет. Ноль. Слово дизайн даже в русском языке это не 20 век. Мы все так интуитивно понимаем, что дизайн это, наверное, 20 век. Там Боухаус и наши тоже футы мас, футы ин, зарождение дизайна. Но, смотрите, 18 век, русский язык, так уж объявлено красильщик откачай и десентера, который знает лучшие и новейшие десейны, вымышлять, дабы по ауанам ткать шелковой материи для аккуратного изготовления. Мне эту цитату подарила, так скажем, Екатерина Васильевна Полякова, завкафедрой дизайн-текстиль в Строгановке. Я обалдел, потому что действительно в текстильной промышленности давным-давно, тысячелетиями, существовала специальность, которая связывала художественное понимание, умение рисовать какие-то модные на те времена эскизы тканей, текстиля, с очень хорошим пониманием, что такое рапорт, то есть технологию текстиля, каким образом плетется нить. То есть вот этот человек, который понимает, что будет востребовано, что модно, что является искусством и абсолютное понимание технологий производства, вот этот человек как раз и имеет название профессии диссенатор. Ну, соответственно, вот в Екатерининские, Петровские времена это слово по-нашему коверкали. Если добавить 100 лет, то в середине 19 века уже существовал журнал Journal of Design and Manufacturers. Этот журнал издавался к первой экспо-выставке, которая была в Лондоне в 851 году. И что очень важно из цитаты Ричарда Редгрейва, это архитектор, который был одним из редакторов этого журнала, что он здесь сетует, что дизайн неправильно воспринимается и воспринимается скорее как поверхностное, как декоративное составляющее, но не проникающее внутрь системы. И мы понимаем, что это английский язык, и мы понимаем, что 19 век, и уже проблема восприятия этого слова была. И она остается сейчас. Я для себя это, собственно, объясняю тем, что человек так устроен, что мы не пытаемся, когда мы приняли решение для себя, например, мне нравится, то дальше расшифровывать, заниматься расшифровкой вот этой причины, почему мне нравится, нам совершенно не нужно. Мы приняли решение для себя, все, есть ответ на вопрос, есть там. Это может быть, можно представить, как какие-то суеверия, бывает, кошка пробежала, насчет у меня случилась беда, все это вот объяснение, кошка пробежала. Также здесь все, понравилась вещь. И это и беда дизайна, потому что нас недооценивают в связи с этим, тотально недооценивают важность дизайна. И в то же время этим можно очень лихо использовать, потому что дизайн, ну это где-то полпроцента, процент от стоимости внедрения продукции. Если мы сейчас говорим об импортозамещении, то, например, переделать какую-то инженерную сложную систему, это, ну, скажем, 100 тысяч часов инженерно-рабочих часов. А создать дизайн, это, ну, например, тысячу часов, то есть один к ста. Но человек будет воспринимать первичный продукт, созданный как раз через эти 100 часов, которые перекроют 100 тысяч часов. Ну, или там через тысячу часов. То есть вот это свойство дизайна, потому что человеку нравится продукт, все, этого достаточно. Что там делали инженеры, программисты, вот айфон нам нравится, и мы всегда говорим, ой, какой гениальный там Стив Джобс и Джонатан Эйв. Все, достаточно. То, что там десятки миллионов часов программистов, то, что там люди в Китае выпрыгивали из окон, и там, значит, делаете айфон, нас это не волнует. Все, есть два гения, которые эти создали. И это вот свойство дизайна. Его надо обязательно использовать и обязательно задействовать. Пытаюсь это вот доносить сейчас для многих индустрий, вот это вот свойство. Ну, вроде как, слышат, но хотелось бы, чтобы еще это в действие превращалось. Что интересно, еще сто лет добавим, да, середина 20 века, собственно, на мой взгляд, наиболее точная. Кстати, в середине 20 века слово дизайн очень четко было сформулировано, оно было понятно для всех. И вот мы видим, Тонос Мальдонадо сформулировал официальный ксидовский термин, дизайн. Обратите внимание, что это термин не промышленный дизайн, а просто дизайн. И что интересно, в середине вот я выделил желтым эти качества формы, то есть не только к внешнему виду, но главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство. То есть это практически слово в слово с предыдущей цитатой 100-летней давности. То есть когда человек тоже говорил, что да, действительно, обратите внимание, что это не внешность, это структурность, все описывается. И что какой интересный еще вывод можно сделать из этого термина, из этой формулировки, что здесь пять раз идет отсыл к производству и к производителю. И только два раза слово дизайн встречается. И мы можем сделать очень понятный вывод, что в середине 20 века слово дизайн явно ассоциировался с разработкой каких-то продуктов, которые имели физическое воплощение, имели серийное производство. И там было понятно, что если это вазу слепил скульптор, то это декоративно-прикладное искусство. Если это какое-то объявление, то это либо плакат, либо это какая-то промграфика. Но дизайн это был вот так вот. И где-то начиная уже с 70-х годов пошло размытие понятия дизайн, оно начало захватывать всякие, ну оно стало всеобъемлющим, и мы получили там дизайн мышления и разные-разные-разные, запутывающие наше сознание всякие факторы. И сейчас разобраться, кто ты, я даю визитку, я дизайнер, я не знаю, что человек обо мне думает. То есть мне надо обязательно пояснять, что я за дизайнер. Сейчас даже говорю, промышленный дизайнер, тоже люди не понимают, кто я такой. Это проблема восприятия термина, и поэтому я всегда об этом говорю, уделяю часть внимания этому явлению. Значит, вот на мой взгляд, промышленный дизайн, и я попытался сформулировать свою формулировку, актуальную на нынешний момент, что такое промышленный дизайн. Кстати говоря, сейчас вернусь. Вот эта формулировка действительно уже устарела. Здесь действительно большой акцент на промышленное производство. Вот в конце промышленное производство. Но мы сейчас имеем, например, виртуальные миры, где очень много дизайна. Мы имеем кинематограф, где много дизайна, и там совершенно не обязательно, чтобы было какое-то промышленное производство. Мы имеем примеры. У меня прям отдельная даже есть на эту тему презентация, и статью написал, где я приводил примеры. Ну, например, вот Владимир Пирожков, когда работал в Тойоте, у них было задание сделать автомобиль, который будет для игровой приставки Sony. И только внутри Sony. То есть это гоночный автомобиль. Соответственно, прорабатывали дизайнеры, прорабатывали со всеми отделами, которые там с физикой работают. Но точно совершенно не планировалось производить это изделие. Потому что дизайн – это сейчас действительно что-то другое. Про создание продукта, но не обязательно реального. Но действует универсальное, на самом деле, правило. Дизайн, в отличие от декоративно-прикладного искусства и других отраслей, он имеет три больших столпа, на которых надо обращать внимание дизайнеру. Это триада. Как вот у архитектора есть своя триада, а у дизайнеров – это потребитель, бизнес и технологии. Действительно, потребитель в современном мире – это самый главный человек. Мы на него рассчитываем. Потребитель – это не обязательно покупатель, это иногда врач, это иногда пациент. То есть он вообще здесь ни при чем. Он пришел, но он тоже своеобразный потребитель или пользователь. Это может быть чиновник, который покупает оборудование, он даже им пользоваться не будет. Но тем не менее, на его вкус вообще-то и надо рассчитывать. То есть очень много взаимосвязей. Кто такой потребитель и как с ним взаимодействовать. Иногда это вообще-то не про эстетику, а это, например, про утомляемость человека, про работоспособность человека и прочее-прочее. То есть это очень большой и мощный пласт, который обязательно является номер один, по сути. А дизайнер сейчас, если в 20 веке производитель и технологии были номер один, и потребитель был по остаточному принципу, то в наше время перепроизводство, в наше время конкурентной борьбы, конечно, потребитель является самой главной персоной. Бизнес – это инициация проекта. В отличие от того, когда мы создаем, когда художник создает какое-то полотно или какую-то там скульптуру, достаточно просто то, как он чувствует и как он видит. И этого достаточно для того, чтобы творение появилось. Вот у дизайна есть обязательно некая инициация. Для чего это делается? Ну, обычно, в 99% случаев это какая-то бизнес-задача, возврат инвестиций. То есть мы должны создать продукт, который будет успешен в конкурентной борьбе. Иногда это идеологические задачи, иногда это какие-то бывают государственные задачи или это какие-то специфические задачи. Тогда дизайнер начинает решать эти. Но вот это вот важно, что существует некая инициация. В данном случае я называю это бизнес, но скорее это вот именно инициатор создания будущего продукта. И он же какой-то некий выгодоприобретатель тех или иных выгод. И, конечно, все это базируется обязательно на технологиях. Если мы не понимаем, как мы произведем этот продукт или как этот продукт будет воплощаться в жизнь даже виртуально, даже если мы не пытаемся произвести, но все равно мы должны понимать, что какие технологии в виртуальном этом мире, будет ли там рендер какой-то real-time или не real-time. От этого очень может зависеть серьезно сам дизайн. И эта функция вообще-то не только относится вот этот ряд, она на самом деле относится не только к промышленному дизайну, а в целом к дизайну. Вот любой возьмите сейчас объект дизайна, там может быть вы в разных отраслях, может быть и текстильный дизайн, и мебельный дизайн, но все равно универсально можем посмотреть, как работает этот ряд. Значит, вот пока у меня эта мысль зрела во время моего взросления как дизайнера или как бизнесмена, который работает в области промышленного дизайна, я формулировал несколько разных терминов о промышленном дизайне. Первый, где-то в нулевых примерно, создан, был мной сформулирован, что промышленный дизайнер это межотраслевой интегратор в области создания новых продуктов. Действительно это так и есть, это человек, который действительно очень разные факторы собирает в единый проект и воплощает его. В середине десятых годов мне очень понравилось, я в конце нулевых, в начале десятых общался с системными инженерами и посмотрел ГОСТа системной инженерии. По-моему 15288 так вот он звучит. И там, собственно, было расписано, каким образом создаются сложные системы. Системный инженер, это такой инженер, который не просто там проектирует какую-то балку, а он в целом рассматривает создание крупного предприятия как единую систему. И в этом ГОСТе описано, собственно, то, как мы создаем дизайн. Единственное, чего там нету, там нет момента эстетики и нету вот этого момента, этой магии дизайна. Нету вот этого иррационального, что нас привлекает, иногда, что просто затмевает все остальное. И поэтому я для себя сформулировал такой вот маленький термин, что промышленный дизайнер — это системный инженер с большой компетенцией в области эстетики. Действительно, если взять, например, художника и эстета, и из него сделать системного инженера, то это и будет промышленный дизайнер. Ну, понятно, что на меня очень многие дизайнеры обижались, потому что как-то можешь, как-то смело дизайнера-инженером назвать, мы там творцы. И в этом есть, кстати говоря, большой конфликт и некая справедливая критика, потому что я согласен, что промышленных дизайнеров надо выращивать в художественных вузах, потому что вот это эстетическое иррациональное начало дизайнера, оно важнее. Я вижу талантливых ребят вокруг, они все такие немножко, действительно, вот этот талант, его сложно объяснить, его можно только почувствовать и увидеть в виде этого проявления иррационального таланта. Ну и в итоге, значит, в конце 20-го, в начале 21-го года Союз дизайнеров России попросил все-таки сформулировать какой-то единый термин промышленного дизайнера, но я вот долго думал, сводил, разные терминологии смотрел, и вот мне кажется, что сформулировал для себя ясное такое представление, что это первое, это междисциплинарная деятельность, это очень важно, что это исследование и разработки, это тоже очень важно, что это касается новых продуктов, и эта деятельность, она определяет облик и эстетику, потому что действительно есть внутри какие-то сложные процессы, их инженеры определяют, а мы должны все учесть, все, что влияет на облик и эстетику. Эстетику я еще оставляю, это слово, ну как некая дань термину технической эстетикой, которая наиболее верной и правильной. Вообще было художественное, художник-конструктор и технической эстетикой. В советское время были два очень хороших термина, которые сейчас мы потеряли. И дальше вот опять же этот ряд, как с точки зрения пользовательских свойств, так и с точки зрения повышения конкурентоспособности, решения задач в поставленных инициаторах, а также с учетом технологических, инвестиционных и иных возможностей. Почему инвестиционных очень важно? Потому что если у вас есть в кармане 2 миллиарда долларов, вы можете сделать айфон и можете поменять мир, и вы можете сделать совершенно новые по образу ноутбуки, которые будут тоненькие как листы, и это все основано на технологиях, а не на желаниях, и на желание дизайнера вот так вот нарисовать. Невозможно дизайнеру рисовать, если ты не понимаешь, как это будет воплощено в жизнь. Концепты можно. И у нас, к сожалению, вот в советском дизайне, здесь вот даже есть представлены эти концепты, которые формировали некий образ будущих продуктов, еще не представляя, как их даже воплотить. Это тоже важно. И вот эта визионерская роль промышленного дизайна тоже важна. И тогда цель, бизнес-цель в той же самой триаде, в инициации, она звучит следующим образом. Мы не будем производить этот продукт, но ты пожалуйста взгляни в будущее, представь, что будет дальше, попробуй нащупать за горизонтом, что будет. И тогда дизайнеры очень серьезно в это дело подключаются. И кстати говоря, есть отрасль, где дизайнеры сохранились в виде вот таких вот визионеров, это автомобильная отрасль, где иногда дизайнер просто говорит, ты вообще не занимайся ни 3D, ничем. Твое дело эффективно думать о неком стиле, о неком будущих воплощениях. Ну и немножко о живых примерах и живом опыте, которым я постараюсь все то же самое, но акцентировать внимание. Нам повезло разрабатывать, наверное, наш единственный российский цифровой фотоаппарат Zenit M. И вот здесь возникла задача, а какой он должен быть и почему он должен, что надо решить, какие задачи эстетические, там, практически. Внутри этого фотоаппарата Leica M9 фотоаппарат, известный, немецкий, очень хорошего качества. Соответственно, одна из наших задач была попытаться понять дух Zenit. Вы многие знаете, особенно кто постарше, там 35+, знаете, что такое Zenit, как он выглядит, как он чувствуется, потому что мы многие со своими... Мы много опрашивали людей и пришли к выводу, что очень хотелось бы затронуть такую идею, что чаще всего вот как раз потенциально потребитель вот этого фотоаппарата, это люди уже с достатком, он стоит очень дорого. Они должны вспомнить, как они в детстве с папой проявляли в ванной комнате прекрасных фонарях фотографии. И вот это ощущение, оно должно прийти интуитивно, просто вот вот увидеть этот фотоаппарат и это вспомнить, мурашки должны пойти. И мы исследовали этот процесс, у нас, кстати, на сайте smirnovdesign.com. Можете посмотреть, это единственное публичное дизайн исследования, как мы шли к этому процессу. И опять же, очень было мне приятно, когда Ляйка, мы ее называем Лейка, вообще по-немецки Ляйка, а так как мы с немцами работали, они нас как-то приучили именно так звучать, они привезли свой дизайн. И он был, это просто был некий абстрактный такой нью-ретро, переосмысленное ретро, значит, некого фотоаппарата, который можно так сказать, он усредненное ретро всех фотоаппаратов. И их дизайнер очень дорогой, который делал, кстати говоря, для Apple, фотоаппарат Ляйка в стиле Apple, он признал, что вот действительно вы почувствовали, что такое зенит, и это действительно зенит, и тут все выпущено. Но, кстати говоря, если вы обратите внимание, это дальномер, а зениты никогда не были дальномерами, они всегда были с пентопризмой, всегда были с зеркальными камерами. Это у нас была очень ключевая, существенная проблема, которую нам надо было решить, отвлечь внимание от этого факта, что всегда у зенита здесь есть пентопризма, ну такая вот нахлобучка посередине. И что интересно, когда мы все это изучали уже на финише, обратите внимание на этот винтик. На этом месте у Ляйки красный логотип, собственно, с ляйкой. Когда мы столкнулись с тем, что там действительно есть юстировочное отверстие, последнее, когда фотоаппарат уже собран, через это отверстие последнюю настройку производят вот этих вот дальномерных призм. И потом нужно чем-то либо заклеить, либо закрутить то, что это отверстие, оно нехорошо. И, естественно, наши коллеги из КМЗ Красногорский механический завод имени Зверева, владельцы бренда Zenit, говорят, ну давайте мы тогда сделаем синюю, кружочек с надписью Zenit или там с логотипом зенитовским. Ну и, соответственно, это уже так, ну как бы пошлая подделка, да, под красный логотип Ляйки. То есть мы очень много думали, очень много вариантов пересмотрели, тоже у нас на сайте можете посмотреть. И в итоге мы остановились просто на винтике. Здесь он немножко на визуализации активно нарисован, специально, чтобы мы его видели, так-то он вообще очень аккуратно сделан в материале. Я помню, у нас на одной из выставках здесь он был, этот фотоаппарат, представляли его. И это тоже свойство, кстати, честного дизайна. Сейчас мы живем в эпоху честного дизайна. К сожалению, он потихонечку начинает уходить, вот это 20-летие честного дизайна, как тренд, когда нету никаких лишних элементов, когда все, что мы видим, оно отображает некий функционал. И вот этот винтик, он тоже здесь достаточно успешно соответствует этому тренду. Есть место, надо его отметить. Отмечай смело, но делай это аккуратно. Ну, здесь вы можете увидеть этот объект живьем. Тут, собственно, пара слов, что он очень инженерно насыщенный. Это квадрокоптер. Вообще любой объект, который летает, он целиком и полностью посвящен инженерии. У него и аэродинамика, и вибрации, и прочность. И это все формирует некие сложности для дизайнера. И вот эта задача дизайнера создать какой-то эстетический объект, привлечь внимание к каким-то особенностям, но сделать в итоге все равно исключительно инженерный объект. Ну, наверное, тоже касается и медицинской техники. В принципе, у нас очень много медицинской техники. И про медицину, кстати, очень удобно говорить, потому что вы интуитивно сами понимаете, что эстетика в медицинской технике, она, конечно, очень важна, но она какую-то занимает роль вторичную, что ли. Хотя, если честно, два объекта медицинской отрасли, которые будут одинаковые по функционалу, одинаковые по цене, одинаковые по всем остальным параметрам, они в итоге сойдутся в лоб в лоб в конкурентной борьбе исключительно благодаря дизайну. И это, опять же, почему нужно и сейчас нашим производителям обязательно в эпоху такой вот, значит, мобильный, мобильного импортозамещения, как не мобильного, как экстремального импортозамещения, все равно надо думать, потому что в итоге как бы все это устаканится, мы войдем все равно в конкурентную борьбу с продуктом внутри мирового рынка. И то, что если сейчас будет просто содранный или просто неправильно сделанные вещи с точки зрения дизайна и эстетики, в итоге будут проигрывать. Поэтому в медицине дизайн вторичен, но в итоге все равно в борьбе он первичен. Я хотел еще спросить, у нас сколько время? Чтобы я тут болтаю много. Тоже вот очень сложный проект. Сложен он тем, что это мотошлем с проекцией на визор, с проектором. И представьте, что здесь существует невероятно сложная инженерная задача разместить, во-первых, все это вокруг человека. Есть луч, который идет от подбородка в зону правого глаза. Он может с носом пересечься. Есть аэродинамика, шумит, не шумит. Есть эстетические потребности мотоциклиста, потому что байкеры никогда не купят вещь, которая им не заходит. Потому что в принципе байк и мотоцикл это вещь про эмоцию, про фан, про полет и какие-то нагромождения, какое-то что-то несуразное. Просто люди скажут, нет, не надо. И это противоречивые факторы, которые слились. Да, еще существует сертификат. Сертификат самого шлема и сертификат отдельно визора, потому что там есть определенные оптические свойства, проверяют прочностные свойства и так далее. И это нагромождение противоречий, оно в итоге интересовало только двух человек. Это предприниматель, который вложил кучу денег в этот шлем. И это дизайнер, которому не все равно до любого фактора, который может повлиять на успех или на неуспех продукта. Все остальные люди, которые вокруг, в периферии, это оптики, это специалисты сертификации по испытаниям, это производители пресс-форм, это, не знаю, сами мотоциклисты. Им все равно на проблемы других отраслей. И единственное, что вот только мы и думали, как бы так удовлетворить и ваши потребности, и эргономику человеческие. Мы не думаем, почему он удобный, но однако это очень сложно добиться. Семь размеров голов от 2хс до 3хл. Умещая эти все размеры голов, у нас глаз в одной точке должен быть, потому что это оптическая система, направленная на глаз. Представляете, как сложно вот это все отыграть. И чтобы это все не провалилось с точки зрения эстетики, от размера к размеру. И вот тут дизайнер начинает просто как-то выкручиваться. Конечно, нужно создать изделие, которое вы в итоге скажете, о, прикольно, нравится. А вот эти вот тысячи часов, которые потрачены на все остальное, вам даже и знать не надо. Но они есть. И об этом думает дизайнер. Вот какая глубина продукта. Мы, конечно, очень гордимся этим шлемом, потому что у нас вот в офисе есть два шлема, которые действительно работают, проецируют. У вас вдруг светится, ну там, например, дорожная какая-то карта, куда ехать или телефон звонящий. И мы не видим никаких тут ни экранчиков, ничего. Вот это чудо. И мы добились сертификата. Это самое важное. BMW списала 15 миллионов евро на подобный шлем. Не смогла за сертифицировать. И это тоже очень важный фактор. Если у продукта нет сертификата, это не продукт, это прототип. Поэтому есть отрасли, которые настолько же, ну вот в медицине и в таких объектах, которые связаны с сохранением жизни. Там сертификат, это прежде всего. Как бы вы чего не накрутили в дизайне, если вы не добьетесь сертификации, это бесполезная трата ресурса вашего и вашего инвестора, заказчика. Медицину очень много делаем. Может быть это связано с тем, что это отрасль, которая все-таки как-то немножечко контролируется с точки зрения отрасли, как таковой, да, и компания что-то делает, потому что практически нет у нас, к сожалению, продуктов общего потребления. Они все делаются в Китае. Не на 100%, но у нас есть несколько объектов, которые, в том числе эти выключатели, фильтр-барьер, это все действительно мы разрабатываем. Но хотелось бы, чтобы половина этих продуктов, половина нашего портфолио была про эти продукты. Однако половина нашего портфолио – это медицинская техника. Разного масштаба, разные технологии. Иногда мы поставляем, собственно, даже корпуса нашим партнерам, потому что они не знают, как сделать, а мы знаем, как сделать, потому что за это время мы наработали некий пул наших партнеров, где это можно сделать. Иногда медицина, медицинская техника очень требовательна к эстетике. И вот все, что касается томатологии, здесь эстетика, она, ну мы сами понимаем, что она тоже про доверие, но про доверие к процедуре, про доверие к специалисту. Когда мы приходим и там видим что-то несуразное, мы вполне можем спроецировать эту несуразность на будущую несуразную боль, которая может возникнуть. И наоборот, если все вокруг в кабинете будет культурно сделано, очень тонко, эстетски, то мы начинаем подсознательно проецировать это и на саму процедуру, что точно так же будет аккуратно, тонко сделана сама процедура. И вот здесь зависимость дизайна и восприятия пациента очень важна. Иногда дизайн связан с преодолением каких-то патентов, преодолением каких-то сложностей, стереотипов. Вот этот проект, он очень у нас сложный. Визуально здесь, ну что, тут ящик разработали. Насколько мы преодолели разного неочевидного, начиная со стереотипа врачей, что вот они хотят так и все, и даже неважно, что там патенты, не патенты. Второе, конечно, здесь очень много очень серьезных патентов, которых нам приходилось преодолевать, не как-то пытаться незаметно сделать так же, а именно преодолеть, сделать новые какие-то функциональные или кинематические схемы, которые позволят преодолеть патент по-настоящему, по-честному. Тем более, что мы, все знаете, наверное, есть такие оранжевые чемоданчики в скорых помощи, переноски. И мы работаем, эта компания Медплант выпускает, и мы с Медплантом тоже работаем. То есть у нас бывает ситуация, когда прям вот конкуренты, и мы тогда должны очень деликатно относиться и к обоим конкурирующим компаниям, разделить. Бывали случаи, когда приходят даже одновременно в офисе встреча была, и мы таким образом их выстраивали, чтобы один пришел чуть пораньше, закрывали, чтобы они друг друга даже не видели, чтобы не нервничали. Накрываешь там на столе все, что на экранах закрываешь, чтобы, не дай бог, друг друга не увидели. Были даже случаи, когда нам приходилось временно отселять в другой офис команду дизайнеров и конструкторов, потому что было требование, что нельзя, что даже в одном офисе, даже люди, чтобы не пересекались. Вот, но это уже такое совсем маниакальная боязнь. Иногда задача ставится, вот как я говорил, что бывает у дизайна всегда есть бизнесники, которые что-то заказывают. Это очень интересный пример. Нам поставили задачу сделать продукт, который должен выиграть в конкурсе. И мы точно знали, что не будет он больше серийно выпускаться. Задача выиграть в конкурсе, привлечь внимание, это инвестиционный конкурс, Сколково МД, привлечь внимание к другим продуктам, которые выпускает эта компания. Соответственно, мы понимали, что это будет просто прототип, который будет сделан в двух-трех экземплярах. Он должен работать эффектно на публику, он должен работать в зале, он должен работать на встрече, когда инвестор общается с нашим заказчиком. И формировался дизайн именно для этого, исключительно этой функции. Поэтому это вставляется в ухо и измеряет кровоток через какие-то технологии, через ухо. И в такт сердца это колечко, оно голубым светом пульсирует. А на мобильном телефоне всякие выводятся параметры сердечных ритмов и прочее. И это задача. Задача сделать три экземпляра, которые победят на выставке. Вот такая бизнес-цель. Условно говоря, 2 миллиона можно потратить на разработку и 9 миллионов выигрыш победы в конкурсе. Мы победили. Это наш новый проект. Он просто многоматериальный. Тут и твердые, и мягкие материалы, и полипропилены всякие, и вспененные материалы, и текстиль. А внутри компоновка, которую надо было тоже все учесть. Это медицинское изделие, которое формирует изображение. И вот мы со всех сторон этот продукт формулировали, формировали. В итоге он получился очень красивым. В принципе, просто от того, что он мне нравится, поэтому я его сюда и воткнул. Иногда дизайн касается абсолютно технологических и сложных для функций вещей. Вот экзоскелет, который работает в очень тяжелых условиях. Для норильского никеля мы делали его. Соответственно, большие дядьки носят тяжелые трубы в очень темных помещениях. Все на морозе минус 40. И вот в итоге ты понимаешь, что тебе все надо делать ради этой функции. Но, конечно, оставляешь себе возможности среди вот этого вот многообразия ограничений, возможности просто сделать классный продукт, честный продукт. Вот честный дизайн, это вообще классный тренд. Все должно соответствовать функции, никаких декоративных элементов. Опять же повторюсь, он уходит. Ну, например, вот эта мышка, это как бы проявление не честного дизайна, а это проявление уже такого эмоционального дизайна. Это тоже неплохо. Мы сейчас начинаем видеть в автомобилях проявления вот эти новые. Приходит новая, новая какая-то новая. Они сменяются. Где-то Рамс, да, значит, с Брауном создал целую эпоху честного дизайна. Потом они где-то в 70-х, скорее в 80-х, 90-х это все сменилось на скульптурный дизайн, какой-то навороты всякие декоративные. Потом пришел Apple и отформатировал, обратно вернул честный дизайн, там, Дайсон. А, кстати, говоря, проявление вот этого навороченного дизайна, это как раз была эпоха Nokia, когда они искали всякие формы телефонов там невероятные. Вот такие смены 20-летия, что ли, трендов, они проходят. Сейчас вот, к сожалению, заканчивается тренд вот этого честного дизайна, и он начинает сменяться какими-то новыми декоративными историями скульптурными. Вот пример продукта, который абсолютно функциональный. Он на трубе измеряет поток жидкости в трубах, там, газовых, нефтяных. И, соответственно, зачем тут дизайн, говорили нам все. Мы говорим, ребят, ну вы попробуйте сделать. Так вот эта компания сейчас ничего не делает без дизайна, потому что дизайн, он заразен. Они стали себя уважать. Вот эта идея, когда ты начинаешь видеть продукт, который совершенен электронно, но был сделан в виде черного коробка, покрашенного там какой-то краской непонятной, и ты через эту краску, через отсутствие культуры визуальной начинаешь, перестаешь верить в себя, перестаешь верить в свою культуру. И дизайн возвращает эту культуру, возвращает веру, веру в себя, веру в свою команду, что это действительно какая-то фирменная вещь. Вот эта фирменная вещь из советского периода нашего, да, что тут фирменная, это значит какое-то такое, что-то очень качественное. Это как раз тоже связано с дизайном. Поэтому дизайн обязательно, даже если вроде как это никто смотреть не будет, коробочка, которая будет где-то под капотом, она все равно должна быть идеальна. Ну вот здесь пример просто очень малых тиражей, это же актуально для нашего там медицинской отрасли, вообще для, в целом для нашей промышленности, потому что очень многие приборы делаются прям ультрамалыми тиражами. Вот собственно дворец видно Русмарново, вот столько здесь там порядка сорока этих судейских мониторов, вот их надо было сделать ровно столько. Какие технологии используются. Вот мы дизайнеры там пытаемся изучить, а как делать красивые эффектные вещи, но в малых тиражах. Дизайн иногда, и даже точнее очень часто, есть несколько примеров, настолько формирует ощущение от компании, вот это доверие формирует, когда порождаются новые проекты, существенные проекты. Вот мы, например, сделали такой комплекс. Тут отдельная история о том, что комплекс в целом, это оболочка против набора приборов. И когда есть единое целостное восприятие, мы можем, его цены нет. Его цену можно формировать заново, смело. Когда мы имеем просто набор компонент, который на рынке можно посчитать аналоги, тогда его цена будет формироваться прайс-листом, набором этих компонент. И вот дизайн иногда может формировать единый целостный объект, который не было до этого. Но вот он является таким композиционным из этих объектов. И цена может, например, в два раза быть дороже, в три раза быть дороже, потому что аналогов нет. Вот мы, конечно, счастливы, что в Олимпийском комитете, в инновационном центре наш этот объект вот этот побывал, и потом мы делали целый даже спортивный самолет. К сожалению, он был в виде такого 15-метрового фюзеляжа. Туда не уместилась футбольная команда, это просто беда. Мы планировали, что к чемпионату мира будет летать самолет российской сборной. Но помимо футболистов и помимо тренеров, там еще есть запасные, там есть еще всякие массажисты, ну и прочий персонал, который тоже должен летать вместе со сборной. Сухой суперджет 100 не вмещал в себя вот этот весь комплект. А МС-21 только-только вот на подходе. И дизайн транслировался на очень многие объекты, в том числе на маленькие. И потом опять же, этот же дизайн, который стоял там же, в инновационном центре Олимпийского комитета, привлек внимание уже там чиновников городских, и мы разработали для детей совершенно другой проект, другую сторону для исследования детей на их физическое состояние. И я абсолютно уверен, что именно благодаря дизайну было привлечено вот это эмоциональное внимание, вот это доверие к самой технологии. И таким образом оно проецировало совершенно неожиданные отрасли, да, тут для детей, тут для спортсменов, тут значит для фитнес-центров. Тоже пару примеров продукции, которые ультрафункциональны, это сшиватели, хирургические, где абсолютная функция. Но мы как дизайнеры очень старались передать культуру, передать эстетику, и таким образом попытаться через эстетику сменить отношение к бренду Ариал Медтех. Если вы сейчас наберете Ариал Медтех, вы удивитесь, какой там сайт. Его вот как раз тот самый пример, когда нам сказали, ребят, мы не можем на том сайте размещать эту продукцию. И мы создали бренд Медстеп, сделали им совершенно другую айдентику, совершенно другие все атрибуты бренда, потому что хороший дизайн, он таким образом формирует новый подход опять же к самоуважению бренда. И Ариал Медтех уже тут ни при чем, они его уже спрятали, он где-то в конце там, ну потому что производство вообще Ариал Медтех, и там финансирование было получено на Ариал Медтех. Вот это приятный пример хорошего влияния культуры дизайна. Кстати, вот эти объекты тоже очень сложно давались, потому что здесь практически ничего нет, ножницы и ножницы. А как сделать так, чтобы какой-то был все-таки собственный дух, собственная какая-то эстетика, практически в минимальных по форме возможностях. Вот тем не менее удалось тоже создать. Есть у нас несколько дотов в медицине, которые появились благодаря очень глубоким исследованиям. Мы разрабатывали вот это изделие, проводили исследования и нашли очень много проблем внутри скорой помощи, внутри тех процедур, которые происходят в сценариях работы скорой помощи. И частично они отразились здесь внутри, ну например, съемный аккумулятор с передней панели, хотя он у всех конкурентов был сзади. Соответственно, когда он закреплен на машине скорой помощи, то неудобно, надо каждый раз снимать этот аппарат, сменять аккумулятор, здесь же можно это все прям не снимая. Он очень крепко зацеплен в скорой помощи, чтобы в случае аварии он никого не убил. И вот такие вот мелочи, они находятся исключительно работая в поле, исключительно подглядывая, наблюдая, даже опрашивая врача, невозможно такие мелочи найти, потому что врач не знает, что оказывается можно таким образом решить проблему. Он не знает, что мы вообще с вами не знаем, что есть проблема. Ну мы смиряемся с тем, что вот есть там, не знаю, острые углы какие-то, что есть ступеньки, по которым надо ходить. Но они есть, это как бы не проблема для нас, мы адаптировались. И вот задача дизайнера во время дизайн- исследований зачастую найти решения, улучшения, которые на самом деле решают эти проблемы, которых как бы нет, но на самом деле они есть. И вот мы создали тоже ряд изделий, ну при распутывание проводов, очень интересная проблема. Или же одноразовые вот эти мобилизационные шины, когда мы там решаем кучу логистических задач таким образом. Тоже очень хороший пример, когда культура дизайна была полностью спроецирована на культуру бренда, на культуру самой компании, ее деятельности. Например, вот эту компанию и вот эти хирургические сшиватели очень любили брать Мипромторг на своей выставке и по разным странам, потому что классный дизайн, надо что-то показывать. И таким образом очень много было через дизайн привлечено потенциальных партнеров из Колумбии. Это вакуумная терапия, ран, где вот все гниет, когда там в всяких джунглях, там вот эти приборы прям очень нужны. Соответственно дизайн таким образом вот эту культуру подсознательно транслировал и создал некой целый метаболизм экономический. Собственно, это все про одно и то же, но на разных примерах. Здесь это интересный пример. У нас он, кстати, в офисе есть, мы его специально все купили. Это лазерный прокалыватель пальца, забавная вещица, можно пробить лазером дырочку, там кровь пойдет. Потому и купили, что шоу. А сложность в том, что у этого объекта не было аналога. Вот не с чем сравнить. Все пальчик иголкой прокалывали. Соответственно, нам надо было в дизайн исследованиях представить, а как это должно выглядеть в принципе, что это может быть. Будет ли это у правой стены или у левой стены, будет ли это с правой руки или с левой стены, а как сидит медсестра там, как сидит пациент, а когда много, а когда это было. И так далее, и так далее. Вот мы все это разыгрывали, некие игры проводили, игрались во врачей и представляли, как этот прибор может в принципе выглядеть. И вот родили какой-то дизайн. Теперь вот есть он первый, теперь кто будет делать аналог, у него есть возможность изучить наш прибор и делать уже какие-то новые решения. Ну и плюс, конечно, технологии летя под давлением и прочее, прочее. Вот тоже один пример хороший. Это томограф, который мы сделали. Это малый томограф для конечностей. И когда его показывали на выставке большой промышленной, туда пришли люди из правительства, говорили, неужели такой дизайн делается в России, что-то не может быть. И они сказали, да, вот, пожалуйста. Я помню, даже в дизайн-эд меня попросили, там, Володя Самойлова, я писал, говорю, слушай, надо срочно опубликовать, потому что не верят, что это все-таки дизайн в России создан. Был такой чуть ли не конфликт, там, не скандал. Но в итоге потом мы делали большой томограф. Он сделан, по-моему, в серию и не пошел, но тем не менее, как объект существует в Фиане на Ленинском проспекте стоит один работающий. Так, я немножко ускорюсь, потому что тут на самом деле проектов много, а мне хотелось бы, может быть, какие-то еще вопросы у вас возникнут. Ну вот технологическое оборудование тоже с дизайном и тоже очень важно, что здесь и технологии, все вот этот ряда соблюдается во всех изделиях. Есть и бесплатно раздаваемые вещи, где своя эстетика, свои сложности в этой эстетике. И, кстати говоря, если очень дешевые изделия делать, существуют проблемы каннибализма внутреннего, когда младшие модели могут каннибализировать, отжирать бизнес у своих средних и старших моделей. Здесь дизайнер очень должен аккуратно выстраивать маркетинговые линейки. Почему дешевая модель не будет конкурировать со средней и со старшей модель, чем они будут отличаться? Это касается большинства серийных производств, где есть вот разные ценовые модели. И иногда функционально это абсолютно одинаково. Например, в выключателях на стенах функционально они абсолютно одинаковые. Цена может быть, ну, может быть, даже и сто раз отличаться от младшей модели до старшей. И почему, если они функционально идентичны, просто включает и выключает свет, почему младшая модель не будет сжирать маржу старших моделей. Мы этим занимались, изучали. Это очень важный аспект для дизайна. Надо это тоже очень серьезно изучать. Ну и вот от бесплатно раздаваемых дешевых изделий до ультра-хай-энда тоже это было произведено. Две модели. Здесь, кстати говоря, тоже очень интересная история. Иногда создаются модели, которые не должны продаваться. И вот эти колонки, это были такие спаренные, сдвоенные. Их было сделано всего два комплекта. Темный, из темного дерева и вот из рыжего вот этого дерева. А средняя модель, ну, бальзана Вилетри, можете найти, она как раз была продаваемая. И это делалось для шоу, для того, чтобы привлечь внимание, что это супер, что-то невероятное. И не дай бог бы ее купили, потому что произвести очень сложно. Она не серийная. И ценник задвигался как раз стоит с той позиции, чтобы никто ни в коем случае не купил. И я это наблюдаю. Есть такие примеры, например, в автодизайне. Мы сейчас общаемся с эталдизайном, с итальянцами. И тоже я эти истории вижу, что создается автомобиль, который делается в нескольких экземплярах. Еле-еле он там проходит сертификацию. И вот не дай бог его кто-нибудь купит. Но вся история про то, что вы можете его купить. Но там как бы так он стоит там. А, ты хочешь миллион евро? Ну, нет, за миллион давай за два. И за два можешь, но пять тогда будет стоить. То есть только что бы не купил. Для чего? Потому что он просто создан для некого антуража, для поднятия репутационного такого влияния. Вот такие маленькие секреты вам рассказываю. Тут тоже забавная история про вот этот изделие. Мы сделали устройство для отстрела сноуборда. Это прототип действующий сноуборда. Соответственно, дергаешь, значит, лямку на устройстве, которое здесь под рукой. Отстреливаются стрепы. Вот тут есть пиропатроны. Все. У нас есть даже несколько видео, как это все работает. Очень забавно. Но в итоге оказалось, что в самолете нельзя перевозить пиропатроны и любую пиротехнику. И это оказалось концом бизнеса. Казалось бы. Но ребята вовремя переформатировались и создали просто маяк на LoRaWAN и действительно успешно действующий стартап. То есть, если ты где-то, тебя накрыло, где-то потерялся, дергаешься, тебя потом быстро найдут. Это ловушка для комаров. Победила в биеннале в московском. Здесь вот на этажом выше проходила. Есть проекты, которые формально, вот эти изделия вот такого класса, они формально все одинаковые. Здесь вроде бы, ну какой тут дизайн? Это все на один рейку, все это для строителей. И мы для компании ИКФ производили очень большое исследование, которое отвечало на следующий вопрос. Вот мы берем и понимаем, что это китайская вещь, а вот это европейская вещь. Она формально одинаковая. Ну там нюансы могут отличаться, минимальные нюансы. И мы исследовали, как, в чем это различие, почему это происходит. Почему это происходит мгновенно, за секунду. Мы это чувствуем. Мы не думаем про это, мы просто чувствуем. И мы создали целый дизайн-бук, который описывал, как надо делать вещь, которая бы казалась. И да, и все эти вещи сделаны в Китае, и европейские, и китайские. И вот это важный момент, что это некая магия. Мы это все исследовали, это связано с брендом, это связано, это как раз про доверие, про культуру, про нюансы, про соблюдение этих нюансов. Например, чтобы цвет, если ты выбрал какой-то сложный серый оттенок, ну ты его, пожалуйста, контролируй. Мы делали, у меня публично нету материалов, есть компания FUBAK, и мы им делали там сварочные аппараты, электростанции. Так вот, контроль цвета, оказывается, красный цвет по RALO. В Китае по RALO и во Франции, и у одной компании, у BASF, это будет два разных цвета. То есть вот это не соблюдение там стандартов в Китае, приводит к тому, что заказываешь во Франции BASF краску, и в Китае BASF. Разные два красных цвета. Соответственно, и вот этот контроль, а это и есть ключ к ощущению качества, к ощущению настоящего. И здесь, конечно, надо технологическими способами решать этот контроль качества цвета, чтобы красный был одинаковый везде, чтобы, если рядом будут стоять на одной полке разные красные объекты, мы подсознательно, мы не будем об этом думать, мы вообще ни о чем с вами не думаем, когда заходим в магазин, у нас настолько мозг работает в своей какой-то системе принятия решений мгновенных, интуитивных, что об этом никто не думает. Еще следующий проект зажигалки, то же самое. Проект очень интересен тем, что, казалось бы, зажигалку, нас попросили разработать зажигалку, которая должна была там на рынке появиться и откушать какую-то долю рынка, падающего рынка, то есть это не растущий рынок. И мы когда стали изучать, мы пришли к очень интересному выводу, что если эта зажигалка будет хоть чуть-чуть оригинальной, хоть чуть-чуть дизайнерской, ее вообще никто покупать не будет, просто от слова совсем. Она никому не нужна будет. А нужно, чтобы она откусила рынок там 4-5 процентов рынка. Вот такие метаморфозы, когда ты их изучаешь, интуитивно казалось, ну надо сделать замечательную, какую-то интересную зажигалку. Так вот, не дай бог. Но к этому прийти можно только с исследованиями. Мы ставили камеры и смотрели, как люди покупают зажигалки, что в этот момент происходит. И потом, когда мы осознали, что люди на самом деле покупают просто прикурить, они не совершают ежедневные или там ежемесячные действия, покупка зажигалки. Они делают это не думая, не осознавая, что этот процесс происходит, что в этот момент они что-то там как-то принимают решение. И вот мы сделали разные выводы, создали две серии зажигалок. Одна зажигалка должна была бить по крикету, она издалека напоминает крикет. И это определенная модель, то есть мы работаем на вашу привычку, у вас есть стандартное какое-то ощущение надежности. То есть это паразитирование на чужом бренде. А вторая модель, мы заняли нишу, которая была свободна, ну там с определенными, как это надо, чтобы с мобильным телефоном, она рядом, ну такая типа приятненькая зажигалочка. В общем, тоже очень сложное исследование. И только такие вот такого рода большие исследования привели к тому, что мы создали действительно коммерческий, конкурентоспособную зажигалку, которая сейчас продается, вы можете все это купить. И, кстати говоря, возвращаясь к проблеме восприятия термина дизайн, вот этот СНС, это компания, которая торгует энергетиками и сигаретами. Это очень-очень богатый рынок, очень богатые люди. И они привыкли к слову дизайн совершенно с другими категориями. Это дизайн, это дизайн коттеджа, дизайн офиса, дизайн что-то такое вот дизайнерское, дизайнерское. И когда мы ему делали презентацию, мы делали презентацию дизайн-исследования и только потом показали эскизы. И он нам сказал, ребята, если вы не показали мне исследование, а показали сразу эти зажигалки, я вас выгнал, потому что в моей модели восприятия дизайнер должен меня удивлять. Дизайнер обязательно должен создавать вау-эффект. А вот этот пример, это как раз когда вау-эффект убьет бизнес. Будет с вау-эффектом зажигалка, она будет продаваться не миллионами, а единицами. Потому что действительно купит кто-то, но одну, а надо миллион. Потому что их везут контейнерами. И вот разница между этими зажигалками два раза. Технологически, себестоимость одна и та же. Тоже за счет дизайна. Это тоже как раз про каннибализм, про разные принципы покупки. Почему мы покупаем одну или ту или другую вещь. Это связано с брендами, это связано с нашими мозгами, как у нас центр удовольствия работает. Мы переплачивать готовые в сотни раз за брендовые вещи, которые сделаны на одной фабрике из одних материалов, из одного и того же, что и там китайские бренды. Мы тоже эти моменты даже порой изучали. Например, дилемма. Луи Виттон какая-нибудь сумочка. И вы знаете, что она выпущена в Китае на фабрике сумочек. Прям официально. И например, если вам скажут, что это та же самая сумочка, она выполненная в ночью, в ночную смену, неофициально. У нее даже сертификат будет. Все пробьете на сайте, все совпадет. Все. Но вам просто об этом скажут, что это у вас изменится отношение к этой сумочке. Это очень сложный процесс, связанный как раз с всякими стоимостями, с оценкой важности и прочее. На этом наживаются очень много брендов. И дизайнеры в этом участвуют очень активно и интенсивно. И с очень большим умом. Это у нас примеры работы с металлом, с карбоном, разные материалы. Дизайнер обязан знать много разных материалов. Промышленный дизайнер это вот литье под давлением, раздув. То есть функционально одинаковые вещи выполнены совершенно на разных тех процессах. Или, например, тоже кресло, тоже стадионное, но выполнено литьем под давлением с газовым поддувом. И зная, что такое газовый поддув, вы можете тогда разработать этот дизайн. Потому что кресло это очень прочная вещь. Мы на нем, стадионы это еще и вандалов должно выдерживать. Соответственно, дизайн должен думать вандала стойкости кресла и о стоимости, о количестве, о весе полипропилена, потраченного на это. Вот эти два фактора. Устойчивость. Ну, помимо того, что есть определенные еще стандарты, раскрепления и прочее, прочее, прочее. Но бизнес строится на переводе полипропилена в кресло. И вот в этом разница. То есть дизайнер должен выполнить эту функцию. Создать классное кресло, которое будет минимальным количеством полипропилена с максимально как-то удобной, эффектной и прочее. И здесь технологии являются ключом. Вот это кресло весит полтора килограмма, это кресло весит три килограмма, но это полиэтилен дутый, там отдельная, другая технология. А это кресло весит килограмм. И все по функционалу там очень соответствует всем нормам. Много известных вещей сделаны. Тут можно где-нибудь покрутить. Ну, тут выключатели я видел, там же наши. Ну, то есть это понятно, что приятно, когда куда не придешь, здесь что-нибудь свое увидишь. Готов ответить на вопросы. Да, Кирилл Николаевич. У меня такой вопрос, который, наверное, многих интересует, но все это как бы такая история, как работать промышленному дизайнеру в условиях насыщенного и перенасыщенного рынка. И сейчас, конечно, ситуация меняется, и есть ощущение, и по некоторым прогнозам мы можем скоро оказаться в условиях ненасыщенного рынка и неперенасыщенного, и даже в условиях дефицита. То есть есть ощущение, что от нас такая льдина откалывается и куда-то уплывает с технологиями, с, ну, очень много с чем, с комплектующими, с материалами определенными. И это, может быть, пока еще не ощущается, но это то, что можно просмотреть и спрогнозировать. Вот ваше представление о том, как трансформируется наша профессия и вообще, что ждет нашу отрасль вот в свете этих возможных перспектив. Ну, если мы сейчас в ближайшее время не зачахнем, потому что есть ощущение, что вот как раз на дизайн сейчас очень стали мало внимания обращать. Хотя я везде говорю, есть такая книжка, кради как художник. Вот она очень хорошо сейчас бы работала, потому что действительно дизайнеру можно давать копировать вот в экстремальном импортозамещении, но не догадываюсь, очень многие производители просто в лоб копируют. И дизайн, боюсь, что будет просто не нужен какое-то время. В конце концов, это все вернется. Придут и скажут, что окей, что же мы не думали про дизайн. Ну, вот как бы нам попережить этот промежуток. Значит, с точки зрения технологий, которые у нас присутствуют, есть отрасли, которые критично зависимы от каких-то технологических вещей, которые просто завозились, ну, там покрытия какие-то хитрые, сложные. И мы, ну, будем выкручиваться. Вот как раз здесь дизайнер, он может выполнить функцию адаптера, когда нету этой технологии. Ну, знаешь, мы что-нибудь придумаем другое. Вот силу дизайна как раз и надо здесь использовать. Просто надо как-то везде трубить об этом, что вы обращаетесь к дизайнерам, мы решим проблемы. Понятно, что мы не решим проблем отсутствия какого-то чипа. И это невозможно. Дизайнер тут ни при чем. Но обойти какое-то, отсутствие какого-то там покрытия в CMF дизайне, но мы можем заменить чем-то, мы можем как-то адаптироваться. Я думаю, что на самом деле наступает эпоха востребованности промышленного дизайнера. Просто эта эпоха, она, ну, вот надо просто дожить до этой востребованности. В потенциале будет все интересно. И я жду, что это очень усилит нашу позицию, именно дизайнеров. Вообще, в принципе, позиция дизайнера будет усиливаться в мире. Так парадигма развития человечества устроена, что дизайнер, хочешь не хочешь, будет становиться персоной номер один. Все, потому что остальные процессы технологизируются. Творчество и создание, созидание контента, созидание вот сути, вот это вот как раз вот эта иррациональная связь, ее сложно, во-первых, технологизировать дизайнера, хотя сейчас есть попытки там искусственного интеллекта и прочего, но тем не менее, это все пока такие эксперименты не очень-то успешные. Поэтому с точки зрения в целом развития общества дизайнер будет номер один. Да и у нас тоже. Я в этом смысле понимаю сейчас и страдая тоже, потому что, ну, как только все это начало закручиваться, я понимаю, что первое, что закроются, это дизайн проекта. В это время сейчас про дизайн никто думать не будет. Но мыслью таки я все-таки позитивно, потому что мы, может быть, наконец-то начнем делать какие-то продукты народного потребления. То, о чем я говорю, что у нас там есть, их, ну, по пальцам двух рук, я могу пересчитать, это вот бытовые товары. Есть шанс, что они у нас будут производиться. И у нас первый, кстати говоря, прям первая ласточка, вот-вот недавно, несколько, пару недель назад мы сделали изделие, его надо бы тоже, кстати, разместить еще даже в презентацию не вот. Ну, это увлажнитель воздуха, абсолютно китайский продукт по своей сути. То есть это пластик, значит, ABS-пластик, который, ну, воду наливаешь и он выпаривает. Мы сделали, мы, значит, эксперименты инициативно разработали дизайн, предприятие нашли, которое инициативно создало пресс-форма, и сейчас мы пытаемся через CityLink начать продавать это изделие, и, может быть, через какие-то royalty вернуть. Но я думаю, что сейчас появился шанс как раз множить вот эту практику. Поэтому я мыслю скорее все-таки оптимистично, если выживем. Сережа, у меня тоже вопрос по поводу импортозамещения, потому что очень сейчас все много об этом говорят, но так как ты в этом эксперт, и ты в ассоциации дизайна участвуешь, и в министерстве промышленности тоже член экспертной комиссии. Скажи, пожалуйста, как вот ты видишь эти шаги по импортозамещению, что реально нужно сделать для того, чтобы это состоялось? Ну, смотри, импортозамещение сейчас просто будет силовым способом. То есть если у тебя комбайн не будет сделан, если у тебя не будет там некоторых компонент, которые поставлялись из-за рубежа, и их уже не поставят. Соответственно, сейчас целые программы списки создают компонент, который необходимо здесь осваивать производство. И в этом смысле никуда мы не денемся, мы их освоим. Но будет ли это с дизайном или без дизайна? Вот в чем большой вопрос. И сейчас это происходит без дизайна. Потому что сейчас это происходит просто в таком военном режиме, когда просто надо сделать. Один в один. Нам транслирует государство. Воруйте у иностранцев в лоб. Это нехорошо. Стратегически нехорошо. Затыкание для затыкания дыр это хорошо, а стратегически это не очень верно. Поэтому я сейчас даже пытаюсь такие мысли, я их на самом деле достаточно давно озвучиваю, что дизайн надо вообще бесплатно. То есть, если что-то, кто-то чего-то делает, здесь собирается производить в России хоть что-либо, не важно что, он должен дизайн от государства получить. То есть, дизайн должно заплатить государство. Потому что это очень хорошая инициатива хоть что-то делать здесь, производить. Соответственно, пожалуйста, в подарок, там, 500 часов работы дизайнера. Не деньги. Деньги ты точно прокоррупционируешь. А именно оплаченную работу дизайнеров. И в существующей ситуации это еще более актуально. Потому что сейчас точно про дизайн никто не хочет думать. Сейчас все выживают, сейчас все производства, все пытаются выжить. И, между прочим, я знаю инжиниринговые агентства, они сейчас перезаполнены работами. Именно инжиниринговые бюро, у которых там по 50 инженеров. Перегрузка полнейшая. Там чуть ли не пытаются в три смены открыть работу. А дизайнеров нет. На дизайнеров эта волна не коснулась. Потому что как раз импортозамещение сейчас ушло в попытку воссоздать, инженерно воссоздать. Ну, не знаю, вот банально. Кушаете вы какой-нибудь вафельный торт. Вот эти вафли делают на специальном оборудовании. Пекут специальные там плиты, которые формируют эту вафельницу. Значит, сейчас там, а их делают только немцы. Вот эти вот чугунные штуки. Сейчас задача, сейчас они, а это расходный материал. Там раз в год их надо заменять. Ну, я могу сейчас фантазировать, может там раз в два года. Но тем не менее. Когда они закончатся, мы вафли перестанем с вами кушать. Останемся без вафель. Как можно без вафель остаться? Нет, ну подожди. История с хорошим концом. Значит, есть инженеры, которые сейчас у них лежат эти, значит, на рабочем столе эти вафельницы. Они очень сложно оказываются устроены, потому что там она под температурой работает. Когда эта чугунная деталь нагревается, там деформация определяет. Эти деформации учтены базово. Она выпуклая. Когда она нагревается на прямой стану. Там столько всего сложного. Сейчас инженеры наши, российские, они пытаются эту технологию как бы реверснуть, сделать реверс инжиниринг. Но я бы на их месте еще бы дизайнера привлек, чтобы там другие линии на этих вафлях нарисовать, и тогда это будет совсем круто. Но это так понятно, что в вафлях это может не так актуально с точки зрения дизайна, но принцип вот именно такой. Но делаешь ты какой-то насос, который делал до этого грунтфос. Его можно разобрать, его можно изучить и отсканировать, один в один его сделать. Но если ты сделаешь его один в один и визуально, внешне, то это будет копия грунтфоса. К тебе потом придут люди и скажут, ну что ж ты скопировал грунтфоса. А если ты изменишь дизайн, это совершенно небольшие процедуры по сравнению с копированием всех компонентов, всех материалов, всего там куча всего инженерно сложного, там софт еще и прочее, прочее. То дизайн изменил все, новое изделие, может даже вообще никто не поймет, что это не твое изделие. И вот эту силу дизайна надо применять. И, к сожалению, вот сейчас это надо везде-везде говорить, и в том числе давайте вот как это зафиксируем, как итог нашей сегодняшней встречи, что надо обязательно продвигать дизайн в импортозамещение. Насильно. Еще вопрос? Молодой человек. Да, Сергей, спасибо большое за лекцию. Вы начали с определения термина дизайн. И, собственно, подытожили сейчас же, что нет понимания, что такое дизайн все равно до сих пор. С точки зрения взаимодействия с промышленностью, с технологиями и так далее. А есть ли какие-то институты в России, которые занимаются популяризацией идеи дизайна? И вот, грубо говоря, есть ли кто-то, кто объясняет, что дизайн нужен, помимо самих дизайнеров? Ну, в этом институте мы сейчас находимся, Московский музей дизайна. Это как раз та институция, которая занимается популяризацией идеи дизайна, и истории дизайна, и современный дизайн. Очень много. И вот Саша лично очень много принимает усилий для того, чтобы донести эту мысль. Ну, есть учебные институты. К сожалению, институтов типа ВНИИТ, которые были прикладные институты, они все уже прикрылись, закрылись. Есть инхаус, какие-то команды. То есть проблем очень много с вот этим. Иначе я бы это все тут не рассказывал, вы бы и так все знали бы. Но даже внутри вузов у нас не всегда есть адекватное восприятие. Ну, вузов много, дизайнеров выпускают много, иногда это просто, ну, не, нету понимания, что такое дизайн. То есть проблематика существует. Поэтому надо просто двигаться вперед. Саша Санькова больше продвигать свои экспозиции дальше и дальше в регионы и везде. Нам с вами чаще встречаться, изучать, двигаться вперед. Проблема существует. Продолжение следует... Продолжение следует...